Добрый вечер всем. Итак, практически уже 6 часов. Сегодня у нас четверг. Надеюсь, я ничего не путаю. И значит, сегодня мы поговорим о какой-то теме очередной, которая связана с фондом рынка. Но, безусловно, я думаю, в анонсах данного мероприятия все уже знают, о чем мы сегодня будем говорить, о компании Alibaba. Но давайте по обыкновению все собираются. Я сейчас чуть-чуть попозже представлю гостя, и мы начнем. Хочу напомнить для людей, которые первый раз нас слушают, что подобные эфиры и мероприятия у нас проходят каждый вторник и четверг. Мы разбираем различные темы, связанные с фондом рынка, с инвестированием, с экономикой. В общем, достаточно широко покрываем различные, скажем так, экономические, можно сказать. Также мы периодически раз-два раза в неделю выпускаем такие достаточно подробные инвестиционные идеи, которые вы можете почитать на нашем сайте в блоге «Газпромбанк инвестиций». Чтобы не пропустить данное мероприятие, рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, в котором вы слушаете, но если еще не подписаны, собственно, не пропустите ничего полезного. Также для новичков хотелось бы анонсировать, что со следующего вторника у нас стартует курс по инвестированию на фондовом рынке. Там мы курс двухнедельный. Мы разбираем две важные темы. Первая неделя – это инвестирование в облигации и вторая тема – инвестирование в акции. Каждый курс сам по себе предполагает отдельный чат, который проходит по средам, где мы с вами обсуждаем возникшие вопросы и, возможно, какие-то нюансы, вещи, которые стали непонятными. Ну и, кстати, конкретные бумаги, акции, облигации, которые можно приобрести здесь и сейчас. Так что, если вы начинающий инвестор и у вас еще есть много-много вопросов, как здесь все функционирует, что покупать и так далее, то еще раз приглашаем вас на курс по инвестированию на фондовом рынке. Мы обязательно еще раз в группе анонсируем данное мероприятие. Так, ну, вроде, такие базовые важные вещи я рассказал. Можно приступать. Итак, сегодня мы будем обсуждать, как мне кажется, очень интересную, но, с другой стороны, противоречивую компанию, а именно компания Алибаба. И будем это делать с Ильей Воробьевым, автором телеграм-канала Long Term Investments. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Илья, буквально маленькое еще вступление и передам вам слово. Я вот специально сегодня еще раз посмотрел статистику с нашими инвесторами. Мы их, на самом деле, выпустили по иностранным, кстати, тут маленькое добавление, по иностранным акциям уже юбилей, скоро будет 10. Кажется, немного, но я напоминаю всем слушателям, обязательно, если кто не смотрит, почитайте. Это очень глубокие анализы компании. Поэтому мы печем эти пирожки долго, но зато очень качественно. Так вот, из всех этих идей, да, вот так сложилось. Единственная идея, которая сейчас показывает отрицательный результат, является та самая злосчастная компания Alibaba. Эта идея у нас была опубликована 13.07, это у нас июля, да. Недавно, в общем, мы, на самом деле, кто, если послушался наше совет и переживает, мы пока не переживаем. То есть, наоборот, воспринимаем как возможность еще более удачно войти. Но, возможно, по итогам сегодняшнего мероприятия мы пересмотрим взгляд. В общем, подведем итоги после. В общем, вот такое вступление. Alibaba минусует. При этом, добавлю еще немножко перца. Буквально вчера уже где-то мелькали слухи о том, что Верганда, крупнейший застройщик в Китае, объявил банкротство. А сегодня, оказывается, не объявил. Вот так они работают, новости. Что тоже не добавляет спокойствия вроде стройка. Где стройка и где IT-гигант. Но это все одна большая экономика. При этом за это время мы видели вмешательство различных китайских властей в деятельность различных компаний. Даже запрет на введение деятельности в определенных сферах. Я имею в виду, в первую очередь, в онлайн-образовании. В общем, все это не добавляет и такого внешнего конъюнктурного фона для этой компании. Вот сегодня, надеюсь, я, мы об этом поговорим. В общем, мой первый вопрос. Я знаю, что вы тоже в свое время давали рекомендацию, поправьте меня, если не так, о покупке этой компании. Соответственно, сейчас, вот спустя какое-то время, эта идея все еще актуальна, на ваш взгляд, ума? Да, на мой взгляд, она все еще актуальна. Я могу, наверное, начать коротко с того, что произошло в Китае и почему акции обвалились вместе со всем технологическим сектором. Дальше немножко рассказать про бизнес и почему, на мой взгляд, все еще интересно. Давайте, давайте пойдем. Если говорить про общую картину, то в Китае была примерно следующая ситуация. До конца прошлого года, где-то до ситуации год назад, в Китае почти не было никакого регулирования в технологическом секторе. Поэтому компании могли делать примерно, что хотели. Там был немножко дикий запад в этом плане. И в том числе крупные корпорации, вроде Alibaba или Tencent, иногда использовали свое положение на рынке для того, чтобы вести не совсем какую-то черную конкуренцию, но не совсем рыночный метод, скажем так. Какие-то вещи, которые, допустим, в разных странах не совсем разрешили. Китае до этого позволяется. Дальше была длинность почек событий. Началось все с того, что в Китае сорвалось IPO Ant Group. Ant Group – это дочерняя компания Alibaba, которая разрабатывает Alipay. Это самый популярный в мире мобильный кошелек, у которого больше миллиарда пользователей. И большое количество других технологических сервисов в области финансов. Там была ключевая проблема в том, что у Alipay было много довольно таких рискованных транзакций с финансовой точки зрения, типа необеспеченного кредитования. И они попали под регуляторов, им запресили выходить на IPO, и там сейчас бизнес проходит такую небольшую реструктуризацию. Это был первый такой несмертельный, но не очень приятный удар для Alibaba. А дальше произошло уже в этом году, где-то весной, одно за другим начали вводить новое регулирование в разных секторах. Там сначала Alibaba штрафовали, потом Mituano штрафовали, потом Tencent ограничили, какие-то вещи. И по сути в Китае буквально за несколько месяцев ввели более жесткое регулирование, чем оно есть почти в любой другой стране мира, включая на Европу или США. То есть если раньше можно было, допустим, заключать Alibaba или Mituano эксклюзивные контракты с поставщиками, чтобы они работали либо там, либо у Крэнда. А так Alibaba была крупнейшим в Китае мартиплейсом, для них это было, естественно, выгодно. Потом запретили это делать. И то же самое, по сути, произошло во многих других сферах. И где-то это было совсем радикально, как в области онлайн-образования, где компаниям просто запретили вести деятельность, по сути, и они оказались на грани того, чтобы все массово выкрылись. В Китае с точки зрения Alibaba на самом деле никаких критических для бизнеса изменений не произошло. То есть их немножко штрафовали на штраф 2 миллиарда долларов, это не что в масштабах компании. Им запретили некоторые практики, которые считались очень конкурентными. Но нельзя сказать, что это как-то радикально традиции в негативном бизнесе, это может быть немножко замедлить темпы роста, но это не окажет прямо критически большого влияния. Но в целом отношение западных инвесторов к китайским... Да, и все это еще происходит на фоне того, что между США и Китаем не самое приятное отношение. Вот поэтому, в принципе, отношение западных инвесторов к китайским акциям еще и на фоне непонятного и непредсказуемого регулирования сильно улучшилось. А так, как та же самая Alibaba торгуется, например, в США, как и многие другие крупные компании, то все акции начали массово распродавать. И из-за рисков, и из-за общего фона, и так далее. Я держал Alibaba еще до того, как все это начало происходить. Акция окажется в 2018 году, и сейчас примерно посмотрел, что примерно по той же цене, по которой они сейчас торгуются. То есть формально идея даже не в минусе, но с учетом того, что рынок за это время сильно вырос, это явно была не самая удачная идея, пока на текущем уровне. Что может быть дальше? На мой взгляд, бизнес Alibaba за это время стал только лучше, он значительно вырос в размере. Если немножко рассказать про то, что собой представляет Alibaba сейчас, есть основной бизнес – это и коммерческий маркетплейс. Это площадка, или даже серия площадок, в первую очередь в Китае, где можно купить почти все, что угодно. Это могут быть какие-то обычные потребительские товары, это могут быть какие-то большие вещи для промышленных заводов. В общем, буквально, если Китай – мировая фабрика, то маркетплейс Alibaba – это мировой рынок, где можно купить вообще все, что угодно. У Alibaba оборот ее площадок больше триллиона долларов, то есть для сравнения весь российский рынок электронной коммерции – это 50 миллиардов. То есть одна Alibaba продает в 20 раз больше товаров, чем все российские онлайн-игроки вместе взятые. И вот сейчас, допустим, в США, в Китае происходит день холостяка, распродажа. Вот там буквально за несколько дней Alibaba продает товаров больше, чем в России продается за год онлайн в свое время. Поэтому бизнес с точки зрения масштаба огромный. Кроме того, кроме китайского рынка, у Alibaba есть дочерние предприятия в некоторых других странах. У нее есть Лазады, это крупный маркетплейс в Усочной Азии, есть крупнейший маркетплейс в Турции, коммерции, которые они недавно выкупили. Есть, допустим, Алиэкспресс, который популярен в России, в Бразилии и в других странах. То есть Alibaba, хотя ее основной бизнес в Китае, также активно растет в других странах. Но помимо того, что есть основной бизнес в области электронной коммерции, есть большое количество других разных бизнесов. Про них, наверное, большинство людей меньше знает. Есть, например, логистическая платформа CineAo, на базе которой весь оборот товаров Alibaba и оборот многих других маркетплейсов, включая, например, Kindleoduo, проходит весь через CineAo. Короче говоря, это огромная логистическая платформа. Есть доставка еды Alibaba, это второй в Китае по размеру игрок после MitoAna. То есть, по сути, Alibaba – это Яндекс.Еда, как Китай. Только, опять-таки, она по масштабу на порядок больше, чем Яндекс.Еда, просто потому что население Китая раз в 10 больше. Есть большое количество других бизнесов. Например, у Alibaba есть крупнейший в Китае облачный сервис. Это аналог AWS или Google Cloud или Microsoft Azure. Есть ряд медиабизнесов, которые, по сути, их основная цель – это создавать трафик для площадок Alibaba, чтобы там продавалось больше товаров. Есть большое количество разных других экспериментов, вроде умных колонок и чего угодно, вплоть до карты самоуправляемых авто. Поэтому Alibaba – огромный бизнес. Более того, если говорить, допустим, посмотреть на баланс компании, то у нее примерно 70 миллиардов долларов кэша, еще примерно 70 миллиардов – это разные активы, то есть доля в других компаниях, и при этом не так много домов. Поэтому, если, допустим, говорить про оценку Alibaba и чем она, на мой взгляд, торговляет, бизнес растет довольно быстро металленно. Сейчас там рост, наверное, замедлится, но они были исторически 30 или даже более процентов. Самый бизнес растет, может, в процентах 15-20, а новые направления растут значительно быстрее. Alibaba стоит сейчас порядка 40-450 миллиардов долларов. Из них можно сказать то, что даже при такой оценке она дает, грубо говоря, P&E 20, и она обязательно 15, что недорого для такого бизнеса. Если вычесть, на самом деле, кэш в долю других компаний, получится, что реальные P&E Alibaba где-то меньше 15. Вот это уже очень дешево для такого бизнеса. И, по сути, если считать то, что Alibaba и задавить конкуренты в Китае, окажется, что такой вариант развития событий не очень вероятен, учитывая ломинирующие предложения компании на рынке, если ее совсем не зажмут регуляторы, окажется, что пока, по крайней мере, на текущий момент жесткие меры приостановились. Я специально ничего не делал с акциями весь период, потому что там было не до конца понятно, что можно ожидать, и насколько серьезными могут быть ограничения. Но кажется, что в последние пару месяцев ничего не происходило. Фатальная декомпания, то есть ее штрафовали, ограничили какие-то меры, которые, наверное, были не очень конкурентными. Но я не думаю, что в Китае есть мотив у компартии совсем загубить частные бизнесы, потому что они вносят значимый вклад в развитие роста экономики. Поэтому кажется, что сейчас ситуация более-менее не реализовалась. Я не знаю, что будет через 2-3 месяца, например, и обычно не оперировать с кем-то сроком, когда речь идет о доложающих инвестициях, но на горизонте всего 2-3 года, учитывая темпы роста бизнеса, учитывая то, что есть большое количество новых направлений, которые растут бессивными темпами, и то, что если выделить отдельно core бизнес или боба, то стоит реально очень дешево, за вычетом всех кэшной балансе, инвестиций, будет еще подразделение, которое занижает прибыль. Кажется, что это все еще хорошая, несомная идея, поэтому я по-прежнему не рад, если коротко такая позиция. Да, действительно, аргументировано. Дорогие участники, напомню, что в последнем посте в нашем телеграм-канале есть возможность писать комментарии, там можно оставлять ваши вопросы к Илье по ходу нашего диалога. Мы обязательно во второй части их, эти вопросы все зачитаем. Илья, смотрите, на такой вот по ходу вашего рассказа у меня родился вопрос, может быть, это немножко в сторону, сами ответьте, можете ли вы нам осветить этот вопрос или нет, и тогда мы вернемся к Либабе. Скажите, пожалуйста, вот если рассматривать уже в целом китайский рынок, или отрасль, или IT, то какова вообще диспозиция компаний крупных? То есть, наверное, мы все знаем про Microsoft, Facebook, Amazon, про их противостояние, чем они занимаются и так далее, а вот про китайский рынок кажется информации поменьше. Может быть, вы изучали Либабу и другие компании, уже погрузились в этот рынок, можете вот так верхнеуровнево рассказать, какие вообще компании там, ну, интересны, безусловно, с учетом того, что мы их можем купить там у нас, например, на самом-самбестербургской бирже. Да, в Китае ландшафт выглядит примерно следующим образом. Есть две крупнейшие корпорации, это Алибаба и Тонсент. Алибаба, собственно, торгуется в США и на СПО бирже, Тонсент торгуется в Гонконге, поэтому к нему доступа нету через большинство российских продуктов. Алибаба и Тонсент сопоставимы по масштабу бизнеса. У Алибабы самобизнеса – это и коммерс, то есть площадки для продажи товаров онлайн. У Тонсента его включают, там есть несколько раз в бинсах, есть гейминг, есть WeChat, это такое суперприложение в Китае, там и мессенджер, и все что угодно, можно там, короче, есть люди, которые просто живут в WeChat, и для них это такое, как-то такое интернет. Дальше, если говорить про другие компании, есть Baidu. Baidu тоже торгуют, соответственно, на СПО бирже и в США. Байду, раньше была большая тройка компаний в Китае, Baidu, Тонсент и Алибаба. Baidu – это крупнейший в Китае поисковик, по сути, китайский Google или Яндекс. Но проблема Baidu и китайского рынка для Baidu заключается в том, что если в России или в США поиск – это большая часть рынка рекламы, поэтому Google и Яндекс занимают одно из крупнейших положений на локальных рынках, то в Китае большая часть рекламы происходит не в поисковике, а либо в WeChat и в приложении люди что-то ищут, либо они идут сразу на рейтплейсы Алибабы и там что-то ищут. И, например, рекламная выручка Алибабы больше, чем рекламная выручка Baidu. Хотя, казалось бы, Алибаба на самом деле не совсем ее основной бизнес. Вот, поэтому Baidu сильно меньше с точки зрения масштаба бизнеса. Дальше из крупных компаний есть JD и Pindu. Это два, еще две компании и коммерс Китая, по сути, крупнейшие конкуренты Алибаба. И у них на троих, наверное, процентов 80 всего рынка. То есть, если, допустим, в России рынок электронной коммерции все еще формируется и на долю пяти крупнейших игроков приходится около третья рынка, то в Китае топ-3 игрока занимают 80% рынка, из них половина Алибаба и еще примерно 30% на двоих JD и Pindu. Если говорить про другие крупные компании, и JD и Pindu тормятся в США, и, мне кажется, из ПВВ тоже. У других крупных компаний есть Meetuan. Meetuan тормозит в Гонгхонге, поэтому он недоступен к большинству инвесторов. Это крупнейшая компания по доставке еды, крупнейший оператор бутинга отелей, вот, например, analogbooting.com, и там есть тоже ряд других бизнесов. И есть ряд компаний поменьше. Есть еще компания ByteDance, она вообще частная, то есть ее акции никто не сможет купить. Вот у них есть популярное приложение TikTok, про которое, наверное, многие знают. Это, наверное, там самый такой главный китайский хит, который стал популярным не только в огромном Китае, но и за его пределами. Ну, и есть большое количество других разных технологических компаний. Есть, допустим, Didi, которые крупнейших в Китае агрегатор такси. Там есть какие-то компании поменьше и в e-commerce, и в гейминге, и в прочих сферах. Но базовое, если говорить про масштаб бизнеса, собственность и любобой, он есть только у одной компании, у Tencent. Вот, наверное, как-то так коротко выглядел диспозицию на китайском рынке психологическом. Слушайте, и можно, вот, финализируя эту часть, опять же, если возможно, мы либо больше поподробнее обсудим, но все-таки давайте так сформулируем. На какие компании, перечисленных вами, или, может быть, какие-то еще не перечисленные, с учетом их возможности купить на самом-сельскохозяйственной бирже, вы бы так рекомендовали обратить внимание, поизучать? Сейчас, если доступна Nestle биржа. Но я могу сказать, что мне бизнес Baidu не очень нравится, потому что ее, собственно, основной бизнес, который приносит основные деньги в виде поиска, показывает не очень хороший дизайн. С точки зрения JD и PindleDuo, крупнейших конкурентов Alibaba, я их недостаточно глубоко изучал. JD потенциально тоже может выглядеть интересно. Там основная тезь может быть в том, что если Alibaba, то есть есть две разные бизнес-модели, у Alibaba то, что называется asset-light модель, то есть у нее нету почти собственных складов, машин и так далее, каких-то физических активов, которые используются для логистики электронной коммерции, все это делают компании-партнеры, то у JD, наоборот, полностью весь свой комплект логистики, и это может быть отчасти ее кукоренное преимущество, плюс у JD, как у Alibaba, есть большое количество других направлений бизнеса, вроде телемедицины и прочих разных штук. Поэтому, наверное, это интересный бизнес для изучения, опять же, потому что котировки довольно сильно упали, если раньше посмотреть исторические модификаторы, JD стоил дорого, сейчас он стоит значимо дешевле. Из других компаний, наверное, я просто недостаточно детально изучал какие-то имена, чтобы прямо на них варить внимание, вот, поэтому мне нравится, вон, 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 вон. Да, но JD я не держу, то есть это скорее просто интересное имя. Ну, да, да, окей, окей, хорошо, спасибо, что даже поделились непосредственно своим решением. Хорошо, тогда, возвращаясь немножко к Alibaba и вообще к рынку Китая, давайте все-таки финализируем. Правильно я услышал, что вы, в общем, не видите каких-то серьезных рисков в вмешательстве правительства, считаете это, ну, как бы, неким наведением порядка, может быть, чуть с перегибом, но, в общем, не драматично, не критично. И, в общем, смотрите на Китай, как на страну, которая, собственно, продолжит развиваться взятым курсом, и, собственно, Alibaba и JD и другие компании будут выигрывать от роста китайской экономики. Да, на мой взгляд, ситуация ровно такая, что если, допустим, эти аппликаторы, которые были на пике в начале этого года или в конце прошлого года, и еще можно было обсуждать, насколько они отражают страновые риски, которые есть в Китае, которые, допустим, наверное, значимо лучше, чем в США, например. Но я не думаю, что китайские страновые риски сильно больше, чем в страновой риске в России или в какой-нибудь другой развивающейся экономике. При этом оценки компаний зачастую даже ниже, перспективы роста все еще значительные. Более того, если посмотреть на то, как китайские компании реагируют на все эти события, то и Alibaba, и Tencent, и JD, и многие другие компании начинают более активно выходить в другие страны за пределы Китая. С одной стороны, как бы попытки диверсировать свой бизнес, и, наверное, в том числе, как бы это может помочь им немножко снизить регуляторные риски, по крайней мере, в глазах инвесторов. Понятно, что если китайская компания, то она там все еще, по сути, полностью подчиняется тому, что скажет компартия. И в этом плане, допустим, интересна очень реакция на компании, на все меры, которые выводились. Если против Google или Microsoft или какой-то другой компании, допустим, регуляторы хотят вести штраф, то они идут в суд и годами оспаривают это решение. Иногда у них получается, иногда нет, но они никогда просто покорно не соглашаются с этим. Там можно даже вспомнить, как были истории противостояния в Австралии, где Facebook просто заплатировала все австралийские новости и сказал, что он против регулирования, и это неправильно. То в Китае компании действуют наоборот. Если им выписывают штрафы, они говорят, что это все правильно, мы были неправы, мы его заплатим, не будем спорить. И кажется, что если бы они делали не так, если бы они пытались сопротивляться, это бы, наверное, было плохим сигналом, потому что в Китае это плохо работает. Но так как они идут, скажем так, на все уступки, которые от них требуют государства, потому что у них на самом деле нет выхода, и они не пытаются с этим никак бороться, на мой взгляд это говорит о том, что должно быть где-то равновесие, в котором просто государство показало за последние полгода, что оно главное, и что не нужно забываться и какие-то, допустим, внедрять практики, которые не соответствуют целям политикам партии и так далее. Но при этом я не думаю, что они захотят прямо сильно дальше закручивать гайки и привести к тому, что бизнес совсем перестанет работать в России и начнет заниматься. Поэтому да, если коротко, на мой взгляд, риски уже в цене, а потенциальный обстоятельств очень нет. Отлично. Тогда следующий вопрос. Вы вот затронули тему, что китайские компании выходят на международные рынки. Ну, я думаю, и российский потребитель это видит по различным китайским товарам, которые появляются, вернее, они уже давно, конечно, на нашем рынке, но именно таким уже брендовым, качественным товаром, то есть не просто произведено там, но под лейблом какой-нибудь американский европейская компания, а когда уже выходит именно сама китайская компания. Это и оборудование, и машины, долгосрочные товары, товары длительного пользования, холодильники, техники и так далее. Вот это с одной стороны. С другой стороны, я знаю, мы без конкретики, что вам глубоко знаком мир технологий, IT и так далее. Вопрос следующий. Как вы считаете, вот понятно, что Китай в свое время отгородился очень хорошо от воздействия Facebook, Google, Amazon и так далее, и поэтому создал так называемый свой сектор IT внутри, достаточно крупный. Но теперь он начинает выходить и начинает конкурировать с западным. Исторически всегда была большая претензия к Китаю, что он, будем так говорить, тупо воровал технологии, но, правда, использовал это еще, применить тоже надо. Вот какова сейчас, на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, ситуация в китайских компаниях? Они создают действительно что-то новое, то есть они по IT-инфраструктуре, по IT-специалистам, по научно-техническому прогрессу уже готовы конкурировать с западным миром? Или пока это только такие первые попытки и до этого еще далеко? Да, хороший вопрос. На мой взгляд, компания уже готова конкурировать, и во многих вещах они даже лучше, чем западные аналоги, хотя 10 лет назад это было не так. Если посмотреть на то, как вообще развивалась интернет-индустрия в Китае, то происходило примерно следующим образом. Где-то лет 15-20 назад первые такие китайские предприниматели, которые, допустим, учились в США или работали в США и видели, как в США возникают бизнесы вроде Google или Amazon или подобные истории, начали пытаться их повторять в Китае. Причем изначально это было такое тупое копирование, есть даже, где-то можно найти смешные стриншоты, как первая версия китайского Фейсбука, по-моему, назывался «Рендран» тогда, была просто списана с натурального Фейсбука один в один, вплоть до пикселей, там, цвета и цветовой гаммы, просто была перед нами группа на китайские стрины. Но проблема была в том, что в Китае так делали очень многие, поэтому если есть 10 одинаковых копий Фейсбука, то ни одна из них не может нормально работать, потому что у них нет никакого комплимента преимущества. Поэтому в Китае предприниматели начали очень быстро совершать итерации, развивать свой продукт, и это выглянулось в то, что через буквально 5-7 лет они часто изменялись за неузнаваемостью. То есть, например, в Китае нету таких типичных соцсетей, которые есть, допустим, на Западе, там нету аналогов Фейсбука, там есть WeChat, который как бы мессенджер, но еще это помимо мессенджера огромное количество других разных функций. И, по сути, WeChat первый сделал так называемое суперприложение, когда ты можешь в одном приложении сделать все что угодно, заказать еду, попереписываться, посмотреть видео и там вообще любую другую функцию, которая доступна в интернете. Дальше за ним начали повторять другие компании. Если посмотреть, допустим, на Митуан, изначально в Китае была так называемая война 5000 группонов, был в свое время популярный группон, где-то лет 10 назад, такой сервис купонов на скидке. В Китае их сделали 5000. Дальше они начали планировать между собой, в итоге остался Митуан, который сейчас группон в США стоит копейки, и нормальный бизнес развился, а Митуан вырос в бизнес-стоимость 200 миллиардов долларов и стал на порядок больше, чем вообще все подобные бизнесы в мире, если взялся. Прочит того, что если просто копировать, то на китайском рынке было невозможно выше. Поэтому сейчас скорее история в том, что китайские компании во многих вещах намного более продвинуты, чем их западные аналоги, просто потому что из-за безумной конкуренции им пришлось придумать что-то новое, потому что иначе те, кто это не сделали, просто не будут. Поэтому сейчас, на мой взгляд, у них есть хорошие шансы во многих сферах, наоборот, составить значимую конкуренцию. И здесь, может быть, возвращаясь к вопросу про то, что во время Китай заблокировал доступ к зарубежных платформ интернет на местный рынок, в том числе за счет этого они смогли выбросить местные компании. Компания отчасти сталкивается с подобными рисками. Например, в США чуть не запределить ток при Трампе, и там была вероятность, что его, допустим, бальдошево купят или Oracle, или Microsoft, но в итоге, кажется, от этого и отказались. Есть история, что, например, в Индии заблокировали все китайские приложения. Поэтому у китайских компаний есть риски больше регуляторного наносит, что им просто какие-то рынки запретят идти. И на регуляторном уровне заблокируют даже попытки выйти на рынок. Но там, где нет какой-то геополитической напряженности по отношению к Китаю, допустим, в логиях производящих стран, у них, на мой взгляд, есть очень хороший шанс закрепиться. Окей. Я сейчас вот эту часть синализирую, и, может быть, перейдем к вопросам, еще про Либабу пару слов. Не кажется ли вам, вот просто с учетом вот этой тенденции и с учетом действительно огромного потенциала рынка Китая, напоминаем, да, это, сейчас, может быть, вы мне напомните, больше миллиарда, но там уже полтора, да, наверное. 1,4 миллиарда, да. 1,4, да, вот, 1,4. То есть, ну, по сравнению с, там, американским рынком, европейским, это действительно большое количество населения. Понятно, что это не столь пока потешеспособлено население, как, опять же, в западных странах, но тенденция просто огромная. То есть, я к тому, что кажется, что Китай и своего рынка еще, ну, хоть, немало осталось. Вот. И вот, ну, может быть, предусхищая вопрос Алексея, как раз, он его написал, вот, с этой точки зрения, если вот так поразмыслить и оставить за скобками или принять риск вмешательства властей, кажется, вообще, китайский рынок один из самых перспективных для вот такого долгосрочного инвестирования. В связи с этим вопрос. Как вы считаете, все-таки, какую долю китайских компаний стоит держать в портфеле? Ну, и, собственно, почему, если можно кратить? У меня сейчас доля небольшая. У меня пока, кроме Alibaba нет ничего в портфеле, и доля Alibaba органически тяжелась, мне кажется, 2-3%. Я, как раз, сейчас хочу после сезона отчетов посмотреть, по сути, на реакцию разных бизнесов на меры, которые ввели в Китае, и, может быть, что-то докупить. Вообще есть разные точки зрения на то, какая доля может быть. Кажется, что, там, бенчмарктер можно, например, использовать это доля Китая в группу ВВП, а мне кажется, это где-то в районе, может быть, типа 10-15% или чуть больше. С поправки на то, что, возможно, это верхняя планка реально должна быть чуть ниже, просто потому, что в Китае, допустим, есть больше рисков, чем в разных странах. Поэтому, если его экономика по размеру сопоставима с какой-то долей США, может быть, про засчет рисков, она должна быть чуть меньше. Вот, поэтому, наверное, я бы как базовый такой ориентир стал бы процентов, может быть, 5-10, но дальше сильно зависит от того, там, от конкретных идеи на рынке, и если это, скорее, применимо, может быть, для тех, кто использует ETF-ы или подобные инструменты и придерживается красивого инвестирования. Для тех, кто активно выбирает Кит влаги, наверное, больше вопрос в конкретных компаниях и историях, которые кажутся интересными, и в зависимости от того, насколько много, по вашему мнению, таких историй, доля может варьироваться, но, наверное, там, больше 15-20% я бы не стал удержать в Китая акции, потому что просто есть страновые риски. И их может быть довольно сложно прогнозировать. Тем не менее, совсем отличаясь с портфеля или держать долю с ним, это может быть неправильно, потому что это большая часть первой экономики, и, по сути, если в портфеле нет этих позиций, то он может быть немножко не сбалансирован. Хорошо. Да, вот важный критерий отметить, что риски политические сохраняются. Хорошо. Тогда, прежде чем перейдем к вопросу, финальный вопрос про Либабу. Могли бы вы рассказать слушателям, мне в том числе, про перспективы? То есть мы поговорили про то, что это, безусловно, классный, крупный IT-бизнес, но каковы перспективы это бизнеса? То есть как вы оцениваете на горизонте 3-5, может быть, даже 10 лет? На 5-10 лет, наверное, тяжело делать прогнозы, потому что вообще не до конца понятно, как будет выглядеть мир через 10 лет. И, может быть, мы все переселимся в метаверс Суерберга, и вообще весь этот физический брендный мир станет нефигантным. Но если серьезнее говорить и про более короткий горизонт, я думаю, что есть несколько основных драйвов. Первый – это часть того, что рынок и коммерции в Китае, то есть в основном рынок компании, которая генерирует ей ключевые деньги, будет расти, может быть, держать не такими быстрыми темпами, но все еще более-менее значимыми. В Китае доля онлайн-продаж от всей коммерции примерно 25%. Это значимо выше, чем в среднем по миру, но все еще есть потенциал для роста просто за счет физического ритейла. Поэтому я думаю, что просто на китайском рынке РБА может расти на 15-20-25% в год, может, 15-20% более реалистично выбрать консервативный прогноз, просто растить основной бизнес. Соответственно, это какой-то базовый бенчмарк, то, насколько могут расти ее доходы. Дальше есть новые направления бизнеса, вроде облачных вычислений, вроде финтеха, вроде телемедицины и других секторов, которые растут намного быстрее. И это потенциальные обстоятельства компании, которые может, по сути, увеличить темп ее роста и переоценки, если инвесторы начнут их воспринимать не просто как какие-то бизнесы, которые генерируют убытки и почти ничего не стоят, а как отдельные направления, которые сами к себе станут прибыльными, будут добавлять целостность компании. При этом есть отдельная международная экспансия, и ее тоже можно разбить на две части. Есть локальные компании, то есть, допустим, marketplace в Турции, которая, скорее всего, сам по себе будет расти просто вместе с турецким рынком и коммерсом с достаточно быстрыми темпами. А есть инициатива компании по тому, чтобы глобально конкурировать с Amazon. И, по сути, у Alibaba есть такая глобальная амбиция за 72 часа доставлять в любую точку мира любой товар. И если они смогут этого добиться, то потенциально их целевой рынок расширяется с Китая и отдельных стран, где они сейчас работают, до любой точки в мире, потому что это будет уже более-менее сопоставимо, может быть, даже с местными компаниями. Если при этом Alibaba сможет предоставить более дешевые цены, более всему логистику и прочие вещи. Поэтому я бы сказал то, что базовый прогноз, если у Alibaba не получится ее, скажем так, новой инициативой проекта, это рост на условные 15-20% в год просто за счет основного роста бизнеса в Китае, в первую очередь в коммерс. Но при этом может быть значимый апсайд, если какие-то из новых направлений, даже не обязательно все, а просто хотя бы несколько из них, выстрелят и даст значимую прибавку к совести бизнеса. Отлично. Спасибо. Так, дорогие участники, еще раз напоминаю, что у нас есть возможность задавать вопросы в комментариях под последним постом. Переходим к ним. Вот от гостя такой интересный вопрос. Зачитываю акции. Каких американских, российских и европейских компаний являются прокси на китайскую экономику? Иными словами, в какие некитайские компании стоит инвестировать, чтобы получить существенный доход от восстановления китайского фонда рынка и роста экономики? Правда, автор пишет, кроме value, если я правильно произвожу, не знаю сходу этой компании. Есть ли какие-то взгляды на вот такой подход? Если говорить про некитайские компании, во-вторых, есть экспозиция на китайский, на рост китайской экономики, можно сходу придумать несколько историй. Первое – это компании, которые продают сырье в Китай, потому что Китай является крупнейшим потребителем в мире большого количества сырья. Если не в вале, то есть в вале – это крупнейший в мире производитель чрезвычайно-зародов. Есть большое количество других компаний, которые продают медь, уголь, что угодно, любые другие сырьевые товары. Если вы верите в экономику, особенно в ее, скажем так, физическую часть, что там будет все хорошо с строительством, с структурой и так далее, то можно, наверное, покупать почти широкий спектр сырьевых компаний, которые поставляют сырье в Китай. Дальше, соответственно, второй тип компаний, который можно посмотреть – это компании, которые продают свою продукцию китайским потребителям. Их, на самом деле, может быть, не так много, где именно Китай составляет большую долю. Первое, что приходит на ум – это производители разных лакшери брендов, потому что китайцы очень активно скупают все, что стоит дорого, потому что в Китае образуется довольно большой класс обеспеченных или богатых людей. И там, в отличие, допустим, от западных стран, где уже, может быть, немножко отходят от такого, скажем так, покатного богатства, в Китае это все еще очень распространено. Поэтому, если посмотреть на структуру продаж Луи, Витон, Хеннесси или Хермес или других компаний, там доля Китая значимо растет и составляет уже большую часть продаж. Эти компании стоят дорого. Я сразу скажу, что я их подробно не смотрел, и из-за их мультипликаторов, наверное, не буду сильно изучать подробно. Но если вы хотите сделать такую долгосрочную ставку на рост китайского потребления, то первое, что происходит в голову, это либо вот такие компании, вроде Luxury Rebellion, либо компании, у которых есть большой бизнес в Китае, вроде Starbucks, Apple, Nike, что-то подобное. Там есть везде риски. Они связаны с тем, что в Китае могут появляться сильные локальные инкуренты. Допустим, в свое время казалось, что Latin Coffee может и был и Starbucks. Правда, казалось, что это фрод и компания, на самом деле, сильно завышала свои показатели. Против Like, там тоже были большое количество выступлений в Китае, связанных с разными геополитическими историями. Но, тем не менее, я бы отметил два фактора. Первый – это те, кто поставляет в Китай сырье, если вы верите больше в такую инфраструктуруную часть. Второй – это те, кто поставляет в Китай потребительские товары. Как правило, это компании с сильным известным брендом, компания, которые любят себя с их верителем. Наверное, это два самых очевидных варианта, которые по другому. Отлично. Следующий вопрос. Ну, такой, мне кажется, немножко риторический, но все-таки. Что делать долгосрочный инвестор, у которого доля данной бумаги, имеется в виду или бывает, я думаю, 10%, при этом акция показывает минус 30%, ну, видимо, финрезультат, минус 30%. Усреднять или лучше не увеличивать долю в портфеле? Здесь сложно давать какие-то рекомендации из-за того, что просто у разных людей разная сложность к риску, разная степень диверсификации и подобные вещи. У меня базовая практика в любом компании заключается в том, что я не усредняю позицию просто потому, что она упала. Я усредняю позицию, когда мне кажется, что бизнес стал лучше, ну, или он стал сильно дешевле и более интересным в отношении к другим итеративам. То есть всегда может быть вопрос, если у вас есть свободный кэш и вы верите в эту акцию, можно, наверное, докупить акции, если вы считаете, что все в нем хорошо и счастливо. Если вам нужно ради этого что-то продать и, допустим, продать то, что выросло и откупить то, что упало, это, как правило, плохая практика просто потому, что не нужно принимать решения, исходя из того, что акции упали или выросли. Нужно каждый раз смотреть на то, насколько при текущей фазировке акции стали более или менее интересны и сравнить с альтернативами, которые тоже стали более и менее интересны. А может задать вопрос, нужно ли покупать Alibaba, если есть, допустим, другие китайские компании, которые тоже сильно упали. Может быть, они упали даже сильнее, чем Alibaba. И может быть, они сейчас интереснее. Поэтому я не могу сказать, что не нужно докупать или точно нужно докупать. Все зависит от того, как посмотрите на компанию и какой политики вы придерживаетесь с точки зрения риска. Но при этом важно видеть, что если, допустим, уже 10%, и вы удвоите позицию, и она продолжит падать, то это может быть значимым ударом для портфеля. Такой сценарий, наверное, нельзя встречать. Вот поэтому, если вы осознанно не придерживаясь политики этого концентрированного портфеля на если в бумагах и прямо не сильно верите в компанию, то, наверное, не стоит очень сильно увеличить позицию, просто потому что любое такое увеличение приводит к значимым рискам. Да, соглашусь. Добавлю еще немного то, что как раз на такие вопросы очень сложно отвечать. Знаете там, что купить? А вот я купил, это упало. Стоит еще докупить? И так далее. Потому что какой у вас вес профиля? Как много у вас других бумаг? Какие ваши горизонты? Долгосрочные... Очень много вопросов, которые нужно уточнить вначале, прежде чем вам выдать точечную рекомендацию для вас. Потому что, ну, опять же, мое мнение, исходя из разных целей и задач, они могут быть абсолютно противоположными. Хорошо, идем дальше. Ваше мнение на влияние большой мировой инфляции на онлайн-торговлю? Я думаю то, что здесь важно смотреть на то, насколько компании могут обладать то, что называется pricing power, это способность перекладывать свои издержки на потребителей. По-другому можно сказать, насколько сильный бренд компании, насколько качественный продукт. И те компании, которые смогут это сделать, они, по сути, будут, грубо говоря, расти на инфляцию и с точки зрения выручки, с точки зрения прибыли, и на них это никак негативно не повлияет. Компании же, у которых более слабые позиции, и которые, допустим, придется абсорбировать инфляцию в свой P&L, и они не смогут при этом повысить цены, они могут значимо пострадать. Вот, поэтому в условиях инфляции я бы обращал больше внимание на то, насколько у компании сильный бренд, позиции на рынке, насколько потребительным действительно нравится их товар, насколько они будут готовы платить за него дороже, если компании придется поднять цены, чтобы просто приложить повышение своих резервов. Вот, и если ответ положительный, если у компании есть такая возможность, то, скорее всего, инфляция на нее легативно не повлияет. Вот, бизнесы похуже, могут значимо стрелять. Хорошо. Так, ну, частично на этот вопрос мы отвечали, может быть, кратенько еще раз резюмировать. Спрашивает участник, не кажется ли вам, что Китай стал не бизнес-френдли? Целый год выходят негативные новости, как китайские власти ограничивают бизнес с начинания с IPO и заканчивая полностью уничтожением онлайн-отрасли образования. Это как раз причина, по которой я ничего не делал с текая семья акций в последние полгода. Просто, чтобы посмотреть на масштаб проблем, на мой взгляд, исходя из того, что происходит в последние месяцы, где, кажется, никаких значимых новых ограничений не происходит. Для этого обучения, наоборот, речь идет о том, чтобы компания начать выдавать какие-то точечные рецензии и, соответственно, помочь им возобновить бизнес. Вот кажется, что на текущий момент, на мой взгляд, основные риски уже отыграны. Возможно, в каких-то отдельных отраслях еще будут возникать точечные ограничения, но, на мой взгляд, опять и субъективное мнение, что в Китае нету цели задающей индустрию, была цель показать, что был главный, и она уже достигнута. Поэтому дальнейшие риски, они все еще есть, но они стали значимо меньше, чем, допустим, полгода назад. Окей. Ну, и пока финальный вопрос. Участники, если у кого-то все-таки вопрос остался, самое время написать. Опять же, немножко про то же самое, но давайте как-то попробуем прокомментировать. Что влияет больше на цену акций китайской компании? Бизнес и его фундаментальные показатели или коммунистическая партия России? Ох, России, да. Может быть, и России. Китая. На мой взгляд, краткосрочно может больше влиять политика компартии. Долгосрочно почти всегда влияет бизнес. Если бизнес за следующие пять лет вырастет в десять раз, и при этом станет в десять раз больше, чем время выручки, прибыли и так далее, он, ну, очень маленькая вредность, что он при этом не станет стоить дороже. Если он сейчас не безумно интересен. Поэтому, как правило, есть такой интересный график, он показывает статистику того, то есть берутся драйвер роста котировок на длинном временном интервале и раскладываются по параметрам. Рост выручки, рост мультипликатора, рост прибыльности и так далее. И там видно то, что на коротком горизонте самое большое влияние оказывает изменение мультипликаторов. А изменение мультипликаторов – это в основном, по сути, изменение сантимента рынка, на который, в том числе, влияет регулирование. А, допустим, на горизонте в десять лет больше 70% вклада в рост любой акции вносит рост бизнеса. Поэтому, если бизнес хорошо растет, то в долгих рост, скорее всего, он будет значимо дороже стоить. Вот. Единственное исключение, если он сейчас экстремально переоценен и этот будущий рост уже заложен, то кажется, что в китайских компаниях, особенно сейчас, таких уже не осталось. Вот, поэтому если просуммировать, то краткосрочно больше политику партии, долгосрочно больше рост бизнеса. Да, извиняюсь, у меня тут выключился микрофон. Есть вопрос от Александра. Посоветуйте источники для начинающих инвесторов. То есть где можно изучать эту информацию в компании? С точки зрения источников информации, ну, первая, самая базовая информация – это просто отчетности самих компаний. Компании каждый квартал публикуют презентации для инвесторов, финансовые отчеты. У них иногда проходят Дни инвесторов, где они еще более подробно рассказывают про бизнес. Есть взводки с инвесторами, где опять-таки менеджмент более подробно рассказывает про то, что происходит с компанией. И вообще, если вы хотите подробно изучить бизнес, хороший способ это сделать – это открыть годовой отчет компании. Если он торгуется, допустим, в США, там есть для… Американская компания называется форма 10K, то есть 10K. Для зарубежных, включая китайских, 20F, то есть 20F. И там компания подробно расписывает обычно, в чем заключается ее бизнес, на котором рынке она работает, кто ее конкуренты, в чем их преимущество. И это очень полезное чтиво. По сути, за вас делают выжимку основной информации, которая нужна для принятия. Ну, может, не вся информация, которая нужна для принятия решений, но, по крайней мере, общий бэкграунд, чтобы понять, чем занимается компания и из чего состоит их бизнес, сколько она зарабатывает, на чем тратит деньги и прочие вещи. А далее есть, соответственно, большое количество других источников. Это могут быть профильные СМИ, если вы изучаете какую-то сферу. Это могут быть какие-то, допустим, авторы, блоги, блогов, журналистов, кто угодно, кто тоже подробно просматривает те или иные компании. Дальше уже сильно зависит от того, какая цель вашего анализа и насколько у кого их есть погрузиться. В любом случае, я бы советовал начать с первоисточников, с просто отчетности компаний, особенно с годовых отчетов, где компании подробно рассказывают про свой бизнес. А дальше уже влюбляться в зависимости от потребностей какие-то другие сферы. Отлично. Так, ну, давайте вот тут вопрос, насколько устойчиво к кризисам. Все-таки, мне кажется, этот вопрос уже не совсем калибове к компаниям. Отдельная история, может быть, как-нибудь обсудим в следующий раз. Илья, пользуюсь небольшим остатком времени, если есть какое-то мнение на эту компанию, мне кажется, она тоже достаточно интересна, и это все-таки российская компания, но тоже сфера IT, которая тоже давно падает, и многие инвесторы задаются вопросом, что с ней делать. Это компания, ну, Мэйл, теперь это ВК компания. Есть ли какой-то у вас экспертный взгляд на нее? Насколько падение цен отражает реально какие-то проблемы компании? Или все-таки цена сейчас просто отрисовывает негативные финансовые показатели, но не учитывает такие глубокие фундаментальные вещи, связанные там с различными бизнесами, которые сейчас просто требуют финансирования? Я как раз в процессе изучения ВК, поэтому у меня нет еще прямо финального мнения, но предварительно будет примерно так, что если смотреть на компанию, просто разбить ее на части и попробовать их вместе, там, пойдемте проанализировать, и дальше посчитать, сколько они могли бы стоить как независимые компании, то получилась бы история, что ВК недооценивает соответственно своей реальностью. Дальше есть вопрос два, наверное. Вопрос первый – качество менеджмента и то, насколько досконтоправленный. Потому что если, допустим, то есть сейчас в свою складную ситуацию, что инвесторы оценивают тоже Яндекс скорее с премией, потому что верят в то, что компания показывает хорошие результаты и что ее менеджмент принимает правильные решения и строит хорошие бизнесы. А ВК, на мой взгляд, сейчас ситуация скорее обратная и что инвесторы не очень сильно верят в менеджмент, возможно, часть оправданная, потому что если сравнить, допустим, разные бизнесы в одной и той же сфере, в этих компаниях, то между ними, как правило, значимая разница. Дальше есть второй вопрос. Если есть недооценка, то может ли она как-то монетизироваться? То есть, если в моей компании стоит дешево, она может долго стоить дешево просто потому, что у нее не будет драйвером для переоценки. В случае ВК, значимым драйвером для переоценки может быть потенциально IPO или выделение или какой-то еще формат, который позволит распределить стоимость совместного предприятия с СБР в первую очередь. Delivery Club, Samokat, Steam Mobile и другие бизнесы. Если это произойдет, допустим, в следующем году, то это может стать значимым драйвером и переоценить акции компании. Если этого не произойдет и компания продолжит развиваться, так развивается, то довольно сложно оценить перспективы просто потому, что формальная дешевизна может не транслироваться в Роскассирование долгое время, потому что просто у нее не будет. Спасибо и за этот ответ. Ну, я считаю, что мы задали все вопросы. Обсудили не только компанию «Либабу», но и китайскую экономику и даже российские компании. В общем, кажется, привели, как обычно, время в пользу. Илья, вам огромное спасибо за то, что пришли. Для слушателей напоминаю, что Илья является автором телеграм-канала Long Term Investment, где как раз он рассказывает про компании, очень глубоко изучает их, описывает, рассказывает о бизнесах. Так что, если вам также нужна какая-то пища для размышлений, в том числе вы можете посетить канал Ильи. Илья, вам еще раз большое спасибо и успехов в развитии вашего дела. Спасибо. Всем пока, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok